Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Соня, и сегодня, наконец-то, я могу сказать с релизом демо-версии пока что Гранд Туризма Спорт, то что король автоспорта, король мира гонок возвращается, и без преувеличения этого слова, скажу так, то что ставит всех раком, буквально. Ребят, я сейчас вот посмотрел вот эту вот демку, которая для загрузки доступна как уже несколько дней, и сегодня в 12 часов поднялись сервера по Москве, и можно уже заценить контент какой-то, покататься, посмотреть, чего здесь есть в игре, и, честно говоря, меня сейчас настолько переполняют эмоции, что я просто даже не знаю, ребятки, с чего начинать, я уже успел сделать пару тестовых каточек, и я просто в восторге с того, что я увидел. К сожалению, не все без шероховатости, конкретно в случае со мной, в этой игрушке пока что не работает форс фидбэк, и в настройках этой игры рулей фанатек пока что нет. Я уже написал сразу же фанатек об этом вопросе, дескать, ребят, что за дичь, давайте как-то порешаем эти вопросы, но что хочу сказать, даже без форс фидбэка, я вот прямо сейчас катался на Mazda, что там MX-5 новая, или как она там зовется. Короче, ребят, я получил такое удовольствие от вождения этого автомобиля в этой игре, то что мне вот, честно говоря, трудно вам писать словами, но я вам все, естественно, это дело покажу. Для начала давайте выйдем в меню, что хочу сказать, не перевелись еще люди, которые делают не бизнес, а вкладывают душу в свое творение, и делают просто такие шедевры, что просто охренеть. Буквально три месяца назад, как вы помните, была ЗБТ по Гран Туризма Спорт, я тогда стримил эту игрушку, и сказал много чего неприятного в сторону Гран Туризма. Но сейчас я понимаю то, что по сути Polyphony Digital в тот момент, я так думаю, что больше тестировали сетевой код, а все остальное давали как бонусам уж пощупать неготовый продукт. Но прошло немного времени, и вот буквально на днях, 18 числа будет официальный релиз Гран Туризма Спорт, и я вам сразу хочу сказать, что то, что мы видели в ЗБТ, и то, что есть сейчас, вот конкретно в этом вот билде, которая тоже Open Beta называется на самом-то деле, но по факту это демо-версия, это две колоссальнейшие разницы, в принципе, разные игры. Куча косяков, то, за что я ругал, даже с освещением, то, что я говорил, то, что ты сидишь в автомобиле, чувствуешь себя как в гробу, дескать, темно, это было, этой дичью страдало Гран Туризма 5, Гран Туризма 6, ну, предыдущие там не было детализации салона в предыдущих сериях, и в ЗБТ тоже такая была хрень. Сейчас же с освещением полный порядок, при том, при всем я играю без HDR технологии, то есть у меня обычный телевизор, да и плата видеозахвата, в принципе, HDR не умеет. Поэтому, как говорится, довольствуемся тем, что имеем, и даже на моем телеке при Full HD картинка, ну, блин, честно говоря, Forza Motorsport 7, которая вышла вместе со своими 4К, просто рачкует где-то там в сторонке. Серьезно, это я вам тоже покажу. Что хочу сказать? Во-первых, саундтрек в игре. Вот просто по классике жанра саундтрек это 50% погружения в атмосферу игры. Здесь вот как работали люди с огромнейшим, просто офигеннейшим вкусом в плане саунда, так и продолжают свою работу и делают это весьма успешно. Саундтрек в игре просто конфетка. Опять же, если сравнивать... Что-то где-то телефон тюрлинкает. Так вот, опять же, если сравнивать, хотя не хочется, с тем же Motorsport 7, где сделали саундтрек какой-то дешманский, вообще попса, без вкуса, ни о чем, то здесь все совсем по-другому. Вчера я загрузил эту демку, в нее можно было зайти, но делать невозможно было ни хрена. Можно было просто любоваться вот этими вот красотами, и раз там в какое-то время включается какой-то повтор и слушать музыку. Ребят, я залип на час. Я, в принципе, такой фигней никогда не старался, но я просто залип на час и получил просто неимоверный кайф от прослушивания музыки, а также того, что я видел вот этих вот панорам каких-то разных тачек, где-то фотки реальные, где-то графические, как вот сейчас мы видим. И, блин, я очень рад, что наконец-то мы дождались эту игрушку, и, честно говоря, такое творение, даже невзирая то, что его пилили там 4 или под 5 лет, я был бы готов ждать сколько угодно, чтобы в итоге получить такой уровень. Господа, давайте мы, наверное, для начала, для начала посмотрим, не туда залез, посмотрим машинки, которые здесь нам доступны. Собственно говоря, где они там, центр заложидания, компания, спорт, виды, а вот центр брендов. Здесь вы можете купить машины, узнать много интересного о них. Собственно говоря, Gran Turismo для меня всегда был симулятором номер один, потому что это не просто симулятор, это игра о культуре автомобилей, это игра о культуре вождения, о культуре автоспорта. И Gran Turismo Sport, все вот эти вот традиции просто замечательные, не просто продолжает, она их приумножает, я бы даже сказал бы. Здесь, смотрите, все так же бренды автомобилей распределили на континенты, то есть Америка, Европа и Азия. Ну, давайте залезем, например, в Азию посмотрим. Машин здесь, к сожалению, не очень много, их здесь сто с лишним. Классических автомобилей, как таковых, я не видел, в основном все современное, концепт, кары. Это, естественно, плохо, ну, блин, не знаю, хотелось бы, конечно же, увидеть здесь побольше контента, больше какой-то классики интересной. Может быть, со временем допилят, но, ребят, то, что здесь представлено, кстати, Toyota, камень в огород, Turn 10, здесь она присутствует, не очень много автомобилей, но, когда мы заходим в какой-то бренд, во-первых, есть уже какая-то там минимальная информация, где находится штаб-квартира, когда основана компания, и здесь есть просто полная история о каждом бренде, который здесь представлен. Нет, вру, не о каждом, вот о Toyota, например, нет. Есть какой-то канал, здесь есть видео различные, которые очень хочется вам показать, но, к сожалению, думается мне то, что YouTube меня сильно за это полюбит, надо будет узнать этот момент, можно ли их вообще вещать. Есть Vision Gran Turismo, как был в шестой части, то есть эксклюзивные тачки, которые делаются в основном только лишь в серии игр Gran Turismo, в реальности их даже не все производят, хотя бы в одном экземпляре. Есть демонстрационный зал, где мы можем приобрести или посмотреть информацию о том или ином автомобиле. Ну, во-первых, графически сказать то, что он выполнен хорошо, это ничего не сказать. Тачки сделаны просто космос. Слышал то, что тут создание одного автомобиля уходит чуть ли не по полгода. Вот, и моделей здесь не очень много. Например, вот Toyota GD86, есть какой-то SFR, и вот мне очень понравился какой-то там вот SFR Racing Concept 2016 года. Вы только посмотрите, какая конфетка здесь представлена. Я, кстати, уже подфармил немного кредитов, можно было бы и прикупить, я не знаю, если мне хватит денег. И, господа, есть полная информация о том или ином автомобиле. Мы можем посмотреть, насладиться и вот так вот в динамических таких сценах, которые постоянно меняются. Смотрится это весьма неплохо. Можно посмотреть студийные какой-то съемки. Еще снизу был бегунок с информацией, но почему-то сейчас он не бежит. Не знаю, какая-то плитка. Ну, короче, инфа по тачке. Вот, вот как это было раньше, как я зачитывал, когда делал прохождение Гранд Туризма 6, инфу на повторе. Все это здесь присутствует. На каждом автомобиле есть история создания его, какие-то интересные моменты. И также, как я говорил, о марках. Тачек немного, но тачки в основном интересные. Есть гоночные, есть обычные серийные, что, слава богу, за что любили Гранд Туризма. За то, что там были те тачки, которые доступны нам просто в поседневной жизни. На них покататься на треке просто, ну, миленькое дело. Такс, по Тойоте все. Вот очень мне понравился вот раздел Ниссана, например. Здесь уже как-то посерьезнее подход, я бы сказал. Есть вот такое понятие, как музей, ребят. И здесь в этом музее есть... Произошла ошибка в след. Класс. Такс, игрушка у меня, к сожалению, вылетела. Я вам сейчас все дальше покажу. Сегодня у нас видео будет не какое-то там прохождение и так далее. А скорее больше погружение в ту атмосферу, которое может подарить Гранд Туризма Спорт. Как я плевался и думал, что это будет провал года. И, напротив, думал, что Форза Моторспорт это будет вообще пожар, если они сделают, наконец-то, физику. А все получается, знаете ли, как-то совсем наоборот. Гранд Туризма по-прежнему держит марку, в то время как Творение от Тюр-10 делает штамповку. Все ту же. Штамповку причем для детей, пропускающие, валяющие боком автомобили. И дети при этом все верят свято, что это офигенный симулятор. Так вот, господа, короче, что-то слишком много. Я печально могу в сторону Форза, забудем и о ней. Музей. Музей Ниссан. Заходим сюда, и здесь мы видим полную историю основания марки. Здесь есть столько всяких офигенно интересных факторов. То, что, блин, честно говоря, читать не перечитать. Очень много различных фактов о многих, как получается, не всех марок автомобилей. И с этим прям, ну, интересно ознакомиться. Интересно просто посидеть в этом меню и почитать что-то. Все основатели, какие-то там яркие даты, куча интересных фотографий имеется. Короче, ребят, это просто какой-то клондайк для любителей энциклопедии, наверное, автомобилей. Самое настоящее. Какая-нибудь автомобильная Википедия нафиг не надо. Есть Гранд Туризма. Я надеюсь, что они дополнят контентом и забьют вот эти вот все данные, вот эту всю информацию на все бренды. Потому что, ну, очень интересно. Вот, серьезно. Вот, 1914 год. Кино и телевидение. Маленький бродяга Чаплина. Чаплин. Чарли Чаплин дебютирует на киноэкране в роли маленького бродяги. Эта роль стала его первым шагом всемирного поздания. Интересно, к чему бы это? В плане Ниссана. Ну, в общем-то, тут сначала рассказывается о Датсане. И там в каком-то году, когда уже появился сам Ниссан, вся эта инфа здесь, да ёптить, имеется. Неудобно мне тут классить. Короче, ребят, я не знаю. Если вам будет интересно, я, может быть, как-нибудь сделаю видео с монтажом, с озвучкой всей информацией. То, что здесь приведено. Потому что, ну, очень интересные здесь факты показаны. Ну, на самом деле. Вот, прям очень интересные. Правда, я смеюс, потому что здесь не все прям об автоспорте. Ну, вот. 1927 год. Трасса Нюрбург-Ринг. Германия открыта сложнейшая трасса Нюрбург-Ринг. Общая длина которой составляет 20 километров 832 метра. Короче, непонятно, как это все в Ниссан попало. Но, тем не менее. Так, есть такая тема, как похожие места. Она есть практически во всех брендах, насколько я понял. Она рассказывается о достопримечательностях конкретной. И мы можем, вот, завод Нисмо, например. И можете поставить сюда любую тачку под любым ракурсом. И сделать просто охранительную фотографию. Для меня это будет для превьюшек. Для вас, не знаю, просто для себя, как говорится. Так сказать, приятность. Опять же, есть канал. Есть вот какие-то там каналы, видео с Ютуба, правда. Снова-таки, правообладатели. О различных марках автомобиля, а также модели. Vision Gran Turismo. Тоже здесь вот есть Ниссан Концепт 2020 года. Он, кстати, был у Gran Turismo 6, насколько я помню. Вот такой себе автомобиль. С виду, вроде бы так, наконец-то сделали детализацию салона. Потому что в Gran Turismo 6 не было детализации салона. Можно было, ну, в основном, не у всех. О, сделали детализацию. Смотрите, как выглядит. Просто космос. Прям, блин, хочется покататься. Но эти тачки стоят здесь тоже поляму. Собственно, вы обратите внимание, то, что это Майклодсен демо-версию. А здесь контента на минуточку так немало. BMW, конечно же, моя любимая здесь тоже присутствует. Что тут у нас? Vision Gran Turismo, канал, музей. Тоже есть информация о BMW. Мне, если честно, даже для себя будет крайне интересно ознакомиться. Предсказание существования. Что? Черный дыр, наука и техника. Короче, здесь очень интересно почитать. Это все как какой-то глянцевый журнал, что ли. Демонстрационный зал. i3. B7-4, M4, GR-4. Видимо, гоночный, да, вариант Z4. Ну, маловато машинок, прямо-таки скажем. Но представлены хотя бы, ну, немало брендов. Даже вот есть Peugeot Citroen, Citroen. Даже так поржать. Что здесь есть? Наверное, должно быть DS, DS3. А почему DS5 не добавить? Он, как по мне, куда интереснее автомобиль. Так, GT by Citroen. Это, видимо, Vision перекочевал сюда. Короче, ребят, автопорно в новом своем обличии. Что сказать? Тоже есть видосики всяко-разные. Не знаю. Я купил PlayStation 4 исключительно для Гранд Туризма. И, честно говоря, совсем не жалею. Ладно, господа. В общем-то, я могу долго, не знаю, уже пол-видео, наверное, 15 минут тут клоцать по меню. Могу долго вам показывать те или иные тачки. Но хочется показать что-то в действии. Давайте мы залезем для начала. Давайте в компанию пойдем. Обучение вождения и выполнение различных заданий. Собственно, здесь есть школа вождения, есть испытания и знакомства с трассами. Вот так вот выглядит компания, по крайней мере, демо-версии. Ну, давайте обучение. Это мне неинтересно обучение. Школа вождения. Нет, я думаю, что в следующих видео мы это залезем. Давайте зайдем в аркаду, в отдельный заезд. И прокатимся на каком-нибудь автомобиле, на каком-нибудь треке. Треков здесь пока что мало. Демо-версия, всего есть 5 треков. Я вот два раза прокатился на Dragon Trail. Побережье, побережье 2. Это в две стороны, грубо говоря. Есть ралли. Интересно будет заценить ралли. Есть также колечко. Ну, давайте начнем с Dragon Trail. Время. Давайте. Давайте поедем. Нет, мы сейчас поедем в Dragon Trail 2. Поедем в закат. Да. Заход солнца и закат. В закат поедем. Предлагаю еще раз проехаться на Mazda Root S. Так, в принципе, по автомобилям вот что мне доступно. Ехать на чем-то бодром без Force Seatback мне будет очень сложно. Поэтому давайте начнем с такого автомобиля. Цвет, допустим, мы можем тут выбрать какой-то цвет. Я возьму по умолчанию красный. Смотрится весьма неплохо. Механическая КПП. И мы поедем на профессионале. Потому что любители чего-то даже, при том, что я этого трека не знаю совершенно, я очень легко вздергиваю. Едем на профессионале. Посмотрим. Подфармлю сейчас немного денег. Эти деньги пойдут на автомобили. Круто то, что это демо или бета-версия. Не знаю, как ее правильнее назвать. Я так понимаю, что все вот это, то, что я накатаю, все перенесется в основную карьеру. И это здорово. Пока что я игру не купил. Но сделаю это обязательно. Вот прям, наверное, сегодня. Прям после этого видео. Потому что к ознакомлению замечательно. Здесь интересно все. Интересны даже вот такие вот загрузки. По настройкам кое-что добавили новое. Но кое-что осталось старое. Вот это вот дичь с контролем тяги на каждом автомобиле. Который как антибук сработает, грубо говоря. Дозирует газ в поворотах. К сожалению, осталось. Нужно на каждой тачке заходить, регулировать, отключать. Так, параметры вождения. Вот сюда мы можем зайти. Вот, контроль тяги. На троечку по умолчанию стоит. Я его сбрасываю. И хочу сказать то, что даже на таком автомобиле. Простенько как Mazda Roadster S. Он здесь зовется. Он вообще это MX-5 новое. Короче, в повороте развернуть может просто нихер делать. В конфигурации помощи у меня стоит эксперт. Автопилот откыл. Все-все-все откыл. АБС по умолчанию. Как от производителя автомобиля, насколько я понимаю, задумано. Есть параметры машины, которые делятся на шоссе, грунт и дрифт. Пока что мне это все недоступно. Эти параметры предназначены для дрифта. Характеристики антипробуксовки и рулевого управления будут изменены в расчете на дрифт. Все очень похоже на то, что мы видели ранее. Добавили, кстати, характеристики, которые... Вот сзади меня сейчас уберу. Камеру на пик. Вон показаны. Максимальная скорость разгона торможения. Поворот. Стабильность. Там, как в Форзе, грубо говоря. Здесь это тоже присутствует. Видимо, для людей, не очень разбирающихся в автотеме. Очень круто то, что в Гранд Туризм интересно как понимающим людям покататься, так и людям-новичкам в автоспорте. Здесь интересно все это изучать, по крайней мере. Есть графики, крутящие моменты и лошадиные силы. Короче, все это мы видели в предыдущих частях. Шины. Спортивные жесткие. Поедем мы именно на таких. И, кстати, теперь они похожи реально на спортивные жесткие. Имеются гоночные. Сейчас по управлению я вам тоже все это под расскажу. Аэродинамика регулируется. Трансмиссия. Ну, естественно, что тачка у меня сток. И нифига здесь регулировать нельзя. Это, кстати, камень в огород тем умникам, которые часто кричат, ты не настраиваешь тачки. Очень часто я езжу, даже почти всегда, на стоковых машинах. Там, где кроме как давления в шинах, настраивать, собственно, и замены резины нечего. На самом-то деле. Ну, антибукс мы можем подстроить. Ну, собственно, все. Можно тут создать, сменить конфигурацию. Баланс. Чего? Для трассы. Баланс производительности какой-то. А, вот мы можем, типа, ну, если она не сток, крутить, как это было в предыдущих частях, процентном соотношении, мощность. И вес. Собственно, это все по параметрам автомобиля. Выходим отсюда. Поехали. Смотрим картинку, смотрим, как все рулится. А что касается физики, сделаю чуть потише себя. Ребят, ну, это совсем другая игра. Да, даже по сравнению с бета-версией, то, что я катался. Я, когда гонял бета-версию, жаловался на то, что на серийных автомобилях очень легко ездить. Ребят, все поменялось. Физика стала, ну, я не знаю. Раньше многие гран-туризма упрекали в том, что это симка, да, как вот это вот говорят, странное выражение. Так, поеду я так себе, потому что трека я совсем не знаю. Так вот, всех вот этих умников... Ёпти, чуть не потерял контроль. Без форсии дека сложно ехать. Я сразу предупреждаю, что можете свои варежки прикрыть, ибо гран-туризма спорт это самый настоящий, охренительнейший симулятор на уровне iRacing, на уровне асета-корсы. Притом, при всем, я еду с пустым рулем совершенно. Она разве что у меня в центр возвращается, но никаких эффектов пока что нет. Но мне ехать интересно, и я понимаю тачку, как она себя поведет в той или иной ситуации. Тихо-тихо-тихо, уважаемый бот, оттормаживает меня. Вот, появился снос автомобиля, появилось ощущение веса, появились заносы, появились... Если ты вот перегазуешь в повороте, тачку неминуемо нахрен развернет, если она заднеприводная. Автомобили очень сильно различаются по приводам. Так, что тут надо про передатчики подкинуться? Вот опять же скольжение, тихо-тихо, выкинуло меня. Очень сильно различаются и рулятся офигенно интересно. Учитывая то, что эта игра доступна в виртуальной реальности, которую мне прям захотелось, Special for Gran Turismo, я думаю, что можно кайф просто вдвойне как не втроене получить. Но в виртуальной реальности, я так понимаю, она не полноценно работает. Вроде бы это как, можно там всего лишь один на один с кем-то кататься. Но информация не проверена, у меня, к сожалению, нет VR. Может быть, не знаю, получится его где-то раздобыть, было бы неплохо. И я бы заценил бы прям с удовольствием. Картинка. Так, чтоб я не улетел. Ох, как стрёмно-то. Топочинг, опасность. Едем мы очень печально. Кстати, боты профи значительно побыстрее поехали, чем обычные. Потому что обычные, даже при хреновой езде, я сейчас трепаюсь всю дорогу и так далее, ехали весьма бодро. Кстати, сейчас как-то не так всё смотрится красочно, я не знаю. Всё, надо было всё-таки день включить. Я хотел вам заценить тени. Как они выглядят на деревьях. Вот это вот я ругался на растительность, потому что она там не трёхмерная. Ребят, здесь деревья, ну, даже сейчас выглядят просто офигеть как. Обратите внимание, то, что мы едем практически в потёмках, ну, откровенно закат. И у нас в тачке... Ох, какой снос. Проще включить, наверное, траекторию. В тачке, ну, нет такого ощущения, что мы в какой-то окромешной тьмесике. Блин. Я всё-таки начну заезд заново и включу траекторию. У меня не получается ехать и пиз***ть, извините, на незнакомом треке. Включись, геймпад. Так, господа, сделал я перезаезд. Теперь у нас день. Обратите внимание на растительность. Включаем чёрту передачинку. Как сделаны бляхотени на деревьях. Вы такое хоть в каком-нибудь другом симуляторе, хоть в каком-нибудь видели? Чтобы какие-то там веточки, кронки там деревьев были под тенью, а какие-то нет. Выглядит это просто охренеть. При том, при всём, вроде бы консоль, мыло, никакого нет. Извините, у меня Forza Motorsport на ПК в 4К выглядит примерно так же. В плане чёткости изображений. Внимание, у меня не PlayStation 4 Pro, у меня обычная PS4. К сожалению, это самое, Ютубчик порежет всё качественно, потому что лично я смотрел миллион всяких геймплеев по этой игре. По-моему, у меня это самое, антибукс этот странный, контроль тяги включён. Да, включён, вон он, дёргается, скотина. Видимо, после каждого перезахода выру надо включать. Так вот, о чём я говорил, боже, у меня в голове аж путается какая-то. Смотрите на эти деревья, как это выглядит, офигенно. Как частично они просвечиваются там от солнца, частично под тенями, никакого мыла. И, блин, на PS4 Pro, в принципе, я так понимаю, графика примерно такая же, просто можно играть в 4К, то есть лесенок будет ещё меньше, если у вас телевизор будет полноценный. Там, конечно, несчестные 4К. Блин, ну с антибуксом это не та машина. Ну, в том плане, то, что сильно проще стало ехать, и было бы неплохо как-то его подвыключить. Можно выключить? У меня какое-то видео, знаете, я кидаюсь со стороны в сторону, мне хочется вам всё в одном видео показать, рассказать, но чё-то не получается ни хрена. Саундтрек, боже, какой он классный, только, наверное, в гонках было бы неплохо его всё-таки сделать потише. Потому что немножко, мне кажется, он шумноват. Ну-ка, пролезем. Во-во-во-во-во, понял, понял, это я не в пол, это я так дозирую. Тачку можно, это самое, перегазовать, и на входе в скольжение нефигел. При этом скольжение очень понятное, оно очень чувствуется. Неплохо. У тебя тачку никуда не кидает, она у тебя не скачет, как Борзи Моторспорт, как говно какое-то. Вот этот вот попрыгунчик визжащий. Звук шин охрененный, ты чётко слышишь, когда у тебя тачку понесло. Без форситбэка я чисто визуально ориентируюсь на все вот эти вот моменты. Так, ну-ка, господа профи. Давайте мы сейчас будем нагонять тормоз, светятся. Кстати, очень крутой помощник, можно ездить просто без всякой траектории. Когда вот это вот показывается, пора притормозить, Вась. В принципе, мне лично достаточно. Я прям даже стремаюсь перегазовать, без форситбэка не ощущаю, когда тачку понесёт. Нормально, сделали механику, наконец-то. То, за что я ругал ещё Гранд Туризмом 5 и 6, то что там передачи часто не включались, если ты резко там выживание сцепления бросишь. Вот здесь таких проблем нет, но при этом всё, не сбрасывать газ игра не даст. То есть там чиперить, грубо говоря. Как даже, даже если это Курса позволяет, Гранд Туризма вам не позволит. То есть придётся по-честному ездить, сбрасывать газ, более-менее плавно работать, но передачи включаются чётко. Слава тебе, господи, спасибо. Порешали это. И, блин, реально даже на таких простеньких тачках кататься очень интересно. Так, я слишком продормаживаю. Профи поехали побыстрее. Едут они, конечно, все тоже однотипно, я смотрю. Но уж лучше так, чем как дебилы, блин, в некоторых других играх. Кидаются, бодаются, выбивают вас с трека. И где-то, я так думаю, можно будет их ещё подрегулировать, чтобы они ещё стали бодрее. Потому что Гранд Туризма 6, оказывается, у нас тройка была такая фишка, как уровень мастерства пилотов, по умолчанию нас видим, уровня, кажется, стояла. И вот если её вжарить, там, на побольше, чем средний уровень... Ух, как прикольно. Как прикольно меня развернуло. Обратите внимание, как тачка разворачивается. Реально видно то, что работает подвеска, то, что работает резина хорошо. Потому что делать она это не просто как-то монотонно. Вот как-то, блин, даже тяжело писать словами. Ну, блин, как в натуре происходит. Машина именно так аж с раскачкой. Вштыривает. Блин, я не знаю, ребят. Честно говоря, мне кажется, то, что на сегодняшний день это лучший автосимулятор. То, что вообще есть. Просто заткнёт наглухо всех. Конечно, Казунори Ямауки уже сам себя не переплюнет после 4 части в плане контента. А ещё, мне кажется, то, что его покусали кто-то там из iRacing'а. С вот этой вот его дичью. Связанной с онлайном там и так далее. Ну, блин. Тем не менее, он снова-таки сумел сделать шедевр. Откровенно, шедевр. Ох. Припоздился с торможением. Тих-тих-тих-тих-тих. На третьей передаче. Да, и вторую. Тих-тих, машинка. Очень чувствуется баланс автомобиля. Очень чувствуется, как разгружается передок-задок. Вот эта вот подвеска-работа прям отличнейшая реализована здесь. Теперь нихрена нелегко ездить даже на таких машинках. Нужно трижды подумать, что ты делаешь в тот или иной момент. И, блин, это здорово. Наконец-то мы увидели тот симулятор, который мы так долго ждали. Единственное, что побольше бы ему контента, ребятки. Вот надо побольше контента. Прям очень надо. Ну-ка. Если я еду и кайфую на таких бричках, откровенно простеньких. Тих-тих. Форс-фитбэка нет. Так бы я бы более четко понимал, что происходит с машиной. А так чисто, блин, смотрю, вроде бы нести начинают. Начинают это контролировать. Ну, блин, это растительность. Как они так сделали, я хрен знаю. Но выглядит все очень здорово. Притом, при всем, вроде бы как на многих треках там реализована даже такая дичь, что будет ветер. Там что-то эти растения все шевелить там. В правильном направлении, тихо, на третий срываться начало. Машина-зверь на саунд одели. А вот музыку следует сделать реально в гонках сильно потише. Круто, потому что саундтрек как частично уже, можно сказать, классический остался. Так и много чего нового добавили. Здесь как-то надо бы сильно поплавнее работать газом и так далее. Так, ну я вот на второе место врываюсь. А где там лидер-то у нас, собственно? Охренительно. Просто космос. Надо еще ралли заценить, которое всегда было говеным Гран-туризмом. А лидер там уехал, черт не знает, куда я его уже хрен догоню. Так вторым, видимо, и приеду. И вот уже не видно. А вон он, аж где? Видите, оттормаживается там. Ну-ка. Мне кажется, что этот помощник чуть рановато подсказывает. Тихо, тут меня развернуло в прошлый раз. Когда притормаживаю. Тем не менее, сложность вот на профи. Вот, одна ошибка была, и все. Первым я уже навряд ли приеду. Ну, не знаю, может быть каким-то чудом. Но мне кажется, скоро будет финиш. Вот этот поворот мне особенно нравится. Я на этом треке до воротуризма нигде не катался. Но, блин, он прикольный. Здесь на третью. Уже начинаю запоминать поребричек. Я хочу рулем это все чувствовать, но не чувствую. Просто вообще ноль эффектов. Кстати, Пежо доминирует. РСЗ, кажется. Между прочим. Я ее бодренько так догоняю. Бодренько весьма. По-моему, скоро финиш будет. Да, после одного поворота. Ну, может быть, сейчас мы что-то ее... Пыш, 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 ёпта! Небольшой контакт получился у нас. Почти на газ в пол. Вот теперь в пол. Сейчас сяду на хвост. С липстримом может быть. Пыш переднеприводный. А у нас задний привод. Пока что нам это на руку. Ну-ка. Давай четвертый. Тихо-тихо. Резкое движение. И! А, три круга будет. После всего. Как оказалось. Ну, тогда все, Пыш, извини. Наша с тобой схватка завершилась. Дальше я поеду в город об одиночестве. Как автомобиль плавно себя ведет. Очень плавно себя ведет. Работает подвеска на торможении. На газе. На поворотах. Вот это вот раскачивание. Ну, блин, не знаю. Даже не знаю, до чего бы домахаться в этой игре. Я, конечно, гораздо больше бы почувствовал бы автомобиля с форс-сидбэком. Гораздо больше. На какой? На второй передаченьке тут. Но теперь так бодро я в пол не втаплю. И у вас, кстати, видно, вон, как я работаю газом. Вон, датчик. Это самое. Даже не надо, многие говорят, покажи педали. С кем показывать педали, когда вон и так видно, насколько ты его прожимаешь? Собственно говоря. Офигительно. Очень интересно будет, как его будет подрифтить в Гран-Туризм. Потому что в 6-м Гран-Туризма как-то все было, блин, неоднозначно в этом плане. Я знаю то, что были профессиональные дрифтеры. Я даже как-то общался там с ребятами. Мы даже что-то стремить пытались вместе. У меня нихрена не получалось там особо дрифтить. Ну, так, 7 на 8. Но мне какие-то машины там казались слишком резкими, что ли. Мне кажется, не так все должно происходить там. В принципе, я не то, чтобы профи-дрифтер. Ну-ка. Смотри, припозднился с торможением. А пыжик меня даже вздрючил. Тем временем. Ну-ка, родимый. Конечно, на такой машинке едешь и полуотдыхаючи на самом-то деле. Это не гоночный болид, а где какой-то экшон происходит. Просто едешь и кайфуешь. Машинка создана чисто для удовольствия, мне кажется. Вот этот вот класс. В меру спортивная. А в черт на черт и пролезу. Ни хера. Стопэ. При этом всем очень хорошо отлавливается занос. Не как, блин, форзи у тебя начинает нести. Биздец. Ты летишь уже, черт не знает куда. И ты работай рулем. Не работай. Насрать. Она будет скользить полчаса. Потом через полчаса. А, ну ладно. Давай, может, начнем корректировать что-то там. Траекторию. Ай. По помощнику ориентируюсь по торможению. Видите, все-таки рано. Надо бы трек подвыучивать. В пол. Стоп. Тут же финиш. А, меня пижот таки сделала. Приколи. Не успею ее сделать. Я еду на расслабоне и не парился. Ну так я вторыми приеду уже. Да уж. Однако да уж. Ну, второе место, короче, пойдет, ребят. Это больше скорее сейчас демонстрация возможностей. Игра реально дарит удовольствие. Дарит удовольствие. Нахождение в ней. Музыка вот эта, саундтрек. Куча информации различных. Вообще, о чем хочешь. О треках. О производителях автомобилей. Об автомобилях. Я не знаю. Мне кажется, это волшебная тема. Я на самом деле, как я уже сказал, купил PlayStation 4. Только лишь ради Gran Turismo Sport. Я знал, что она выйдет. В принципе, должна была выйти она еще в прошлом году. Ох, нихера себе. Мы получили подарок. Машину какую-то. Вот это вот интересно. Эта игра мотивирует вас что-то выполнять. Не просто как в Орзе. На тебе, блин, машину на шару. Просто. Ты должен что-то сделать. Там, зайти в игру. И что-то вот пыжико я получаю. 208. Кстати, я лично очень люблю Peugeot. И прикольно то, что ее добавили. Только вопрос, почему не 508. Вот. Классы. N200. Поделили по классам. Это тоже здорово. Давайте теперь проедем в Аркадия. Отдельный заезд. Наверное, есть дрипт заезды. Разделение экрана. Можно вдвоем кататься. Вип-тур. Мы поедем сейчас снова-таки в свою гоночку. Но! Сунемся в ралли, господа. Как вы смотрите. По сути, здесь три трека. Нортон Айсел Спидвей. Колорадо. Озеро. Озеро 2. В одну, в другую сторону. Давай проедемся на Колорадо. Ночных гонок нет. Есть вот время 6.50 и 21.30. К сожалению, динамического времени тоже нет. Это, конечно же, да. Камень в огород Гранд Туризма. Потому что Гранд Туризма 6 было и динамическое время, и динамическая погода. Здесь я такого нифига не вижу. Это и, собственно, не обещали. Ну, давай поедем. Я не знаю. Давайте днем для начала. 9.50. День. Отлично. Погнали. Берем какой-то раллиный корч. У меня там, кстати, машина из гаража. Вот. Я так понимаю, что этот Мустанг... Да, это ралликар. Вот сейчас мы на нем и, собственно, прокатимся. Как-то так. На механике. Кстати, интересно, она как секвенталка работает? Я, пожалуй, в ралли на любителей поеду. Поскольку Гранд Туризма ралли всегда была очень такая себе тема посредственно. Мы едем 1 на 1. Скват. Сауди Спорт. Кват Райс 1. Пайк Спик. Хера себе. Мы-то, собственно, потянем. Интересно. Вон, показывается даже детализация снаружи из салона. Как-то делится так. Интересно сделано. Блин, ну очень здорово. Я надеюсь, что здесь они все-таки как-то косвенно в корне поменяют управление автомобилей. Потому что в предыдущих частях ничего общего с реализмом именно ралли не имело. Вот совершенно. Так, господа. Я не знаю, какой привод у моей тачки. Но учитывая, что это Мустанг, наверное, он задний. Но, блин. Это ралли. Должен быть полный как-то, я надеюсь. Но контроль тяги на единичке, между прочим. Обратите внимание, здесь стоит не на троечке, как это было, а на единичке. Видимо, есть разница все же в классах автомобилей в этом плане. Так, ну мы все выключаем. Только оставлю помощь на торможении. Пусть будет трека. Я не знаю, опять же. Я здесь вообще сейчас еду впервые. Давайте посмотрим. На второй передаче. С отцеплением? Серьезно? Не, надо на подрулевых ехать. Да, на подрулевых. Тихо, 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 бочком, бочком. Мне бы понять, какой привод. Мне кажется, что полный. Честно говоря, физика очень похожа на предыдущую часть. Быстро ехать не получится. Я не чувствую, опять же, покрытие. Пустой руль. Ноу форс фидбэк здесь на третий можно было бы пройти. Но вот. Очень хотелось бы ощутить этот форс фидбэк. Но вот. Ручник пашет? Ручник, по-моему, не пашет. Твою ж мать. Покрытие стало, конечно, более такое. Созветачка больше скачет. Нет, ручника нету, к сожалению. Надо и фанатекам по этому поводу тоже написать. Не все девайсы работают. Хотя подрулевые лепестки. Но явно у меня вздернет здесь. Я не знаю, зачем Гранд Туризма суются в тему ралли. Когда они в ней мало чего понимают, мне кажется. Но потому что... Ну! У меня остается впечатление, что я сейчас еду по какому-то такому развязканному болоту. И машина постоянно боком валит. Но не так это на грунте происходит. Чуть-чуть не так. Все-таки как-то... Герд Ралли поправильнее передает всю эту информацию о управлении автомобилем, мне кажется. Все сводится к тому, что нужно проходить все боком. Ралли говно. Так что Гранд Туризма практически всех догнула. В раллийной теме она никого не нагнула. Нет, здесь можно, конечно, привыкнуть ездить, но... Я даже не хочу продолжать это. А в других раллийных играх... Включись. Пауза не работает. Непонятно какого хера. В других раллийных играх автомобили так себя не ведут. Это дерьмо все на том же уровне. Вот. Ралли... Проходняк. Даже не интересно. Дело не в том, что я плохо... Ну, херово еду. Понятно, что я херово еду, но... В дёрд ралли я чувствую автомобиль, чувствую на различных покрытиях. Здесь все сводится к тому, что машина вот-вот-вот постоянно скользит. Это неправда. Так что... Даже не знаю, зачем из раза в раз они это добавляют. Из раза в раз все адекватные люди говорят, что это хрень. Ну, ладно, короче. Есть-то есть. Лучше бы не было бы ралли и добавили больше классических автомобилей. Мне так кажется, контент. Потому что это тут лишнее. Ни к чему. Совершенно. Что еще, господа? Можно проехать отдельный заезд какой-нибудь. Ну, допустим, засынить колечко. Так, поржать. Кстати, обратите внимание, как работает здесь публика. Надо брать что-то побыстрее здесь. Ну, что-то побыстрее. Прямо мне нифига такого нету. Давай по максималочке. Вот самый быстрый у меня Мерседес. А, нихера, кстати. Максимальная скорость у Бэхи М4. Купаем. Давай на Бэхи катнем. Чего бы и нет. Пусть будет стоковый цвет. На механике, на подрулевых сейчас поедем. Хорошо, хоть они работают. Жарим профессионала. Посмотрим, как это все пойдет. К сожалению, да. Что-то от ралли у меня же такой осадочек остается. Но, блин. Все остальное, конечно, просто восхитительно. Графики никаких претензий. При этом всем они наконец-то сделали публику, которая имеется. Не просто болванчиков, которые стоят. Камнем и стуканами. Там люди что-то шевелятся. Что-то покажут. Что-то куда-то показывают. Что-то куда-то смотрят. На повторе это все особенно заметно. По крайней мере, то, что я смотрел, как я говорил, вчера вот это отвалялся и втыкал на разные повторы. Я офигевал. Серьезно. Самые красивые повторы среди вообще всех игр. Гран-туризма. Так, поехали, ребят. Антибукс я не выключил, да? Хрен на него. Так уже и поедем. Не знаю, как во время гонки это все смотрится. Тихо, бэхо. Антибукс работает у нас. На троечке. Ох, сейчас припечатались. Пардон, милейший. Без антибукса даже как-то тачку я меньше чувствую. Я, ну, она едет как по рельсам. Не совсем ее понимаю. Сносит-то как жестко. Мы на М4, знаете ли, тут Макларен. МП4 12 цели, как он там зовется. Вздергиваем. Здорово. Восьмая позиция. Сколько кругов, собственно, будет? Пятнадцать кругов, серьезно? Ну, я эти колечки, если честно, никогда не понимал. Там инди-кары вот эти вот по кольцам и так далее. Как по мне, это какое-то уныние. Конечно, весь экшон там происходит за счет того, что когда там какие-то ситуации веселые происходят. Лип-стрим и так далее, но... Но все, мы приехали. Но здесь это все не ощутить на этом классе автомобиля. Плюс-то кольцо какое-то очень странно короткое. Тем не менее, вы видите, меня развернуло здесь даже с этим антибуксом. Езли довольно-таки сложновато. Дозировать газ приходится. Так, тих-тих-тих. Уважаемый, я тут пролезу. Снимаю позицию. Зачем, интересно, такое маленькое кольцо? К чему оно? Просто едешь по кругу постоянно. Чувствую себя как белка в колесе, грубо говоря. Не уверен, что большому количеству людей интересны такие гонки, на самом деле. Тем не менее, смотрите, как-то бодро догоняю всех. Профи у нас же стоят, да, там боты. Едешь тупо на одной передаче, потому что напрямую ты раскочегариваешься практически до отсечки на ней. Вот-вот-вот. Даже нет, не до отсечки, а здесь подгазовываешь. Так, вот под Апексом опасно. Между прочим, очень хорошо сделали озвучку в игре. Наконец-то мы едем не на пылесосах. Нету ощущения, что я еду на Керхере каком-то, но... Опять же, вчера в повторах я обратил внимание на то, что озвучка столкновений с автомобилями сильно изменилась. По крайней мере, теперь не просто ты как в банку консервную въезжаешь, а как-то вот звучит прикольно, реалистично. В плане звука, в принципе, все хорошо. Звук шины, не этот визжащий, мерзкий был в Гранд Туризма 5.6, который раздражался, сделали более похожим на настоящий. И это здорово. Так, у нас тут Порше какой-то доминирует, я смотрю. Мы его сейчас что-то будем пытаться догнать. Восьмой круг едем. Очень легкая и бессмысленная гонка, на самом деле. Совершенно беспонтовая. Я даже притормаживаю перед входом. Оп! Столкнулись. Повреждения, кстати. Иг тут, по-моему, нет. Мне так кажется, вот я сейчас бомснулся. В этом плане... А обещали, между прочим, то, что сделают повреждения охренительные. Но чего-то их тут, по-моему, не завезли, мне так кажется. По крайней мере, даже от таких толчков у меня тачка должна была бы так нормально повредиться. Бампер там так точно должен был развалиться ко всем херам. Вот эта вот Тойотка мне очень нравится. Я вот очень хочу на ней прокатиться. Интересная машинка. Она в таком классе высоком, кстати, обратите внимание. Я так думаю, ребята, что в следующем видео я начну проходить уже что-то там карьеру. Какая тут доступна? Может быть, в онлайне кататься? Куплю Тойотку или, может быть, еще что-то. Я, в принципе, не все тачки посмотрел. Так, в двух словах вам показал и сам бегленько глянул перед записью видео. Есть интересные аппараты, хоть не очень много. Лексусы есть тоже здорово. Хонды, блин, классических ТЭК-машин нифига нет. Казунори, где NSX? Собственно, ладно там S2K, но где NSX? Серьезно. Где Supra? Тойота есть вроде бы. Надо все это добавить. Надо делать пак там иконы 90-х или легенды 90-х, например. NSX, Supra, Getter 34, а лучше и Godzilla 33. Добавить RX-7, стиху там 22B, почему бы и нет. Можно, конечно, кстати, Subaru не смотрел, какие есть. Мне даже интересно. Сколько надо там еще два круга ехать? Короче, надо тачек, надо контента. Потому что в остальном, в принципе, игра как база... Ну, блин. Лично для меня это просто best of the best. Для меня как была Gran Turismo номер один, так и осталась. По твою мать, сей день. Нифига не поменялось. Вы знаете, я думаю, что в следующем поколении, именно Next Gen, нам Gran Turismo так нос взорвет, что просто охренеть. Я вам сейчас повтор покажу. Ну, не уверен, что на этом треке он будет смотреться круто. Но на обычных треках смотрится он просто пипец. Честно говоря, он в шестой части был хорош, красив. То здесь порой даже трудно сделать различия. Смотрите, по кругу уже, блин, пол толпы объехал. Сделать различия между игрой и реальностью. Блин, это здорово. Я думаю, что все-таки следующее поколение. PlayStation 5 там какое-то, если оно будет. Оп. И следующее поколение Gran Turismo. Это будет просто отвал башки. Будет настолько фотореалистичная графика, что пипец. Прикольно то, что мы когда приезжаем к финишу, включаются аварийки. Не знаю, может так принято у реальных автоспортсменов. Фиг знает. Короче, очень легко я проехал, на самом деле. Тем не менее. А, это общее время. Тем не менее, Porsche от меня оторвался на 2 десятые секунды. А я даже не парился по этому поводу. То есть он там ехал сзади в притирочку, наверное. Так, ну нам немножко кредитов завезли. Ништячков всяких. Уровень. Ежедневное что-то там. Здесь ты когда выполняешь какие-то ежедневные задачи, они при входе в игру показываются. Дарят автомобили, ребят. И, не знаю, Гранд Туризма 6, когда там, по крайней мере, сезонные мероприятия ты проходил, дарили эксклюзивные автомобили. Давайте посмотрим повтор. Повторы это просто космос здесь. Я уверен, что многие из вас много чего видели. Посмотрите на публику. Тут они как-то кажутся статичны, но под какими-то ракурсами видно то, что публика сделана так хотя бы приблизительно живой. Графика просто охренеть. Вроде бы как на PS4 Pro оно выглядит 60 кадров. Здесь в 30 фпс. Очень красивый повтор. Серьезно, самое красивое. Но здесь кольца они не впечатляют. На обычных треках, там никуда больше ракурсов, здесь ни хера не видно толком. Как-то... Ну, я вчера залип очень жестко. Серьезно. Очень жестко залип. Прям очень жестко залип. Ни хера не показываю. Вот публика, вон они что-то ходят, там что-то шевелят. Ну, здесь, короче, кольцо, это не то. Можно выходить, я так думаю. Можно делать фото заезды. Короче, в плане, кстати, фото мода здесь просто пипец. Здесь дохренища всяких разных прикольных мест с описанием каждого. Там вот есть что-то у нас... Виды оно называется. Вот. Это может... Ну, вот съемка автомобиля на фоне экзотических пейзажей. Потрясающие виды разных стран, свободное размещение машин, расширенные настройки камеры, разнообразные эффекты, загружать и делиться фотографиями. Можно. На PS4. Ты выбираешь себе, что тебе там нравится. Апекс, примеры из буклета. Париж, Япония. Там дохера, 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 дохера всего. В принципе. Я думаю, что это все будет пополняться, все эти пейзажи. И... Ну, допустим... Допустим, Япония. Так, поржать. Города, природа, ландшафты. И вот ты вот выбираешь, это гора Фудзи, да? Она что называется? Яманаси, Япония. И есть описание. Пару строчек буквально об этом месте. Это офигеть, как интересно просто почитать. Вот. Число пяти озер, окружающих Фудзи, входит озеро Яманакао. Яманакако. Господи боже мой. Расположенная в префектуре Яманаси. В хорошую погоду в нем можно увидеть прекрасное отражение Великой горы. И ты вот здесь можешь фигануть какую-нибудь тачку, да? Как же это делается? Ну-ка. Увеличить. Давай, во, во, во. Можешь фигануть там, разместить машину, но у меня их мало, к сожалению. Надо побольше тачек. Допустим, возьмем Пыжо, и ты ее можешь там как-то разместить, как тебе нравится. Не знаю, насколько это будет круто смотреться, но, блин, в любом случае, ну, это прикольно, я считаю, потому что сделали такую дичь. Так, вот тут куча всяких там работает с экспозицией. Я не знаю, если ты профессиональный фотограф, то песец. Полный автомат, выдержка, то ты тут просто кайфанешь, наверное, потому что куча всяких параметров. Я не фотограф, не шарю в этом особо. Какие-то эффекты есть там. Температуру можно регулировать, коррекция дымки, чё, дымка, экспозиция. Были там фи... А, вот, фильтры есть. Ты можешь какой-то фильтр фигануть, вот, не для профессионалов, я думаю, это очень круто. Гран-туризм любили ещё со времён четвёртой части делать всякие такие фотомоды. Плюс ты можешь прямо во время трека там в любой момент кнуть на паузу и сделать себе, что тебе будет интереснее. Всё это с описанием. Мне будет просто по кайфу изучить вообще все вот эти вот места, почитать о них чё-то. И ты такой сидишь под эту приятную музыку, просто наслаждаешься. Господа, я вам тут навещал на 50 минут. Конечно, чуть-чуть там подвырежу, но всё-таки, блин, очень много чего хочется ещё об игре рассказать. Дали демо-версию, которая доступна всем и каждому бесплатно. Обязательно к ознакомлению. У каждого есть PS4, я так считаю, потому что это самый настоящий щедевр. Не знаю, как там рулится на геймпаде, но Гран-туризма всегда славилась хорошим управляемым... Хорошим управляем мастью, хорошей автомобилями на геймпаде. Думаю, то что тоже будете довольны. Но я даже без Force Feedback реально кайфанул. Жду каких-то правок, чтобы добавили Force Feedback в настройки. Ну, блин, это типа как бета считается. Может быть, уже в полной версии и там это всё будет. Кстати, бета, это демо, бета хер знает, 50 с чем-то гигабайт весит. То есть, как полноценная фактически игра. Поэтому я сейчас буду очень плотно кататься Гран-туризма Спорт. Вот он внизу. Дата выхода. Принимаются предзаказы. Сейчас сделаю предзаказ обязательно. И, короче, ждите на канале видосики. Force'у не ждите, ибо только выразиться могу по поводу и поводу. А Гран-туризма ждите. И причём, при том, при всём в спорте официальной вот сетевой гонке я тоже буду здесь катать. Блин, как за милую душу. Серьёзно, просто буду катать и кайфовать. Контента здесь вот так вот. Напишите также в комментах, интересно ли вам, чтобы я, когда буду делать гонки на каком-то конкретном автомобиле, как раньше, если есть старые зрители, делал это в том плане, то, что там какой-то повтор оставлял или какие-то ракурсы автомобиля и зачитывал о нём информацию, там, какие-то факты, технические характеристики. Мне кажется, это было прикольно, но не знаю, интересно вам или нет, стоит ли мне заморачиваться с такими монтажами или просто кататься, получать себе удовольствие и вам его дарить. В общем-то, самая настоящая школа вождения, самая настоящая школа истории, автомобилестроения и так далее, культуры автомобилей. Мастхэв, ребят, всё, прощаюсь с вами, сказал многое и не всё. Скоро будет новый видос, ещё раз повторюсь, до скорых встреч, спасибо вам за просмотр, ребят, и пока.